Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре американский бренд Wolverine. Я никогда не рассказывал об этом бренде на своем канале, хотя столкнулся первый раз с этим брендом полтора-два года назад с полуботинками. Но в тот момент я делал активно обзоры на Adidas и на New Balance, поэтому я думал, вы не готовы, и я не особо был готов к этим обзорам, а вот сейчас мы все уже готовы. А коль этот бренд у нас первый раз на канале, вам нужно кое-что узнать о нем. Бренд основан аж в 1883 году. На данный момент это огромнейшая корпорация обуви под названием Wolverine Worldwide, который включает в себя такие бренды. Merrill, Floor Shame, огромный восклицательный знак, Socony, совсем недавно выкупили они. Также в их составе Caterpillar, который представлен у нас в Sportmastery. Еще они владеют лицензией Harley-Davidson, они делают ботинки для байкеров и мотоциклистов. И также они владеют лицензией Stanley, это тот самый желтый американский инструмент. Они делают рабочие ботинки под этой маркой. Ну а на обзоре у нас сегодня именно версия от Wolverine, это Glacier Ice 8 Carbon Max из Nubuco. И также Zip-версия, Zip означает везде, где приставка Zip, означает то, что здесь еще идет замок. А все остальное один в один. Ну и материал, кожа и местами синтетика. Эта версия стоит 180 долларов, а та версия стоит 200 долларов. Как-то чуть-чуть не соизмеримо. Все-таки в моем понимании вот эта версия из Nubuco по материалу, по качеству материала будет получше. Знаете, почему мне не нравятся обзоры делать на ботинки? Они не влазят в кадр. Высота 25 сантиметров. Это специализированные рабочие все-таки ботинки. Они не прям подходят под обычные нужды, чтобы вот пройтись до магазина, просто погулять. В силу того, что здесь такие, знаете, вставки сделаны и расчет сделан на то, что это больше рабочие ботинки. Вот идеально они подходят те, кто, допустим, работает на складе, в холод, вот где есть вероятность того, что может какой-то груз упасть на вашу стопу. Вот они вас защитят при этом. И здесь, чем они выделяются? В них 600 грамм утеплителя Тинсулейта. Это большая редкость. Если вы сейчас пойдете и будете искать зимнюю обувь, вы найдете максимум 200 грамм в наших магазинах. 400 это прям дичайшая редкость. 600 это просто редкость. Чтобы они еще были похожи на какие-то ботинки приземленные, не как унты. Давайте поглядим на сам материал верха. Нубук очень плотный, толстый слой. Хорошего качества. Мелкий ворс. Видно, что идет волна. Ну вот здесь, видите, темная. Здесь темная. Здесь я уже обработал ластиком, потом щеткой прошелся. Вот когда модель хранится неправильно, здесь видно, что и влажность где-то, может быть, и чем-то мокрым задевали. Нубук превращается тупо в кожу. Мои. Я себе не мог не оставить такие же. Полностью здесь прошелся ластиком. Уже пару раз вышел на улицу. Поэтому есть о чем сказать. Требуется хороший уход. Вот здесь, в носочной части, Carbon Max технология идет. Что такое Carbon Max, карбоновая вставка? Вот отсюда до сюда идет. Почему я говорю рабочие ботинки? Вот здесь вот, чтобы продавить, у вас не получится. Даже 100 килограмм, если упадет арматура, ничего с вашими ногами не будет. И вот здесь как бы это плюс, да? Но это в рабочей обуви. Но нужно ли это для обычной ходьбы? Да нет, конечно. Сразу же минус идет. Вот есть места сгиба. Вот они смещаются из-за этой вставки. Если бы, допустим, у вас этой вставки не было, сгиб, возможно, был бы и здесь где-то небольшой. А так смещается вот до этой области. Шнурки 50 на 50. Я вообще не люблю вот эти круглые шнурки. Да, они прочные здесь. Но нужно завязывать двойным узлом. Также я не люблю петельки. Еще дальше посмотрим, но это просто неудобство. Раз петелька, два петелька, три петелька. То есть, вот, это все развязывается быстро. Это перебор с петельками. Но здесь двух или трех максимум достаточно. Обычно, когда надеваешь эти ботинки, у тебя вот такое вот положение. Тебе нужно здесь, раз петля, посильнее затяну, раз петля еще, еще раз петля. И каждый раз нужно посильнее еще. И здесь нужно сделать еще на два оборота. То есть, вот тогда это не развязывается. Когда снимаешь, ты развязал. И чтобы вытащить ногу, нужно скинуть. Ну, то есть, вот ты скидываешь, и она уже все. Полностью здесь они расслабляются и уходят со своих петель. Почему петелька под шнурки фигня? Ну, потому что вы, когда расслабляете, у вас, получается, иногда выскакивает с этой петельки. И у вас тут все запутывается. И начинается вот то ли это отсюда, то ли оттуда. И неудобно. И поэтому в петельку я вообще не продеваю. Я больше люблю, когда вот такие вот идут вставки. Здесь вставки идут спилка. Клапан, в принципе, правильно сделан, правильно выполнен. Видите, все должно стекать. Вот сюда уходит и вылетает. Все как и должно быть. Это вам не Nike, который как-то делает клапан вовнутрь. Вы попозже в следующих видео это увидите. Но вы уже видели. Усиление в пяточной области. Видите, прорезиненное усиление. Кстати, у меня пришло вообще отгрызанный логотип. И мне пришлось, смотрите, как я сделал. Вот. Цветоотражатели вставил на левом и на правом. Круто. Охренительно смотрится, как с завода сделан на самом деле. Здесь петелька. Здесь вот вам написано waterproof plus. Что это вообще означает? По слухам, вот как производитель пишет, здесь еще идет внутри мембрана. Ставлено по всему периметру. То есть модель, если даже нубук промок, то дальше вода все равно не уйдет. Но тут такая проблема. Я пропитал свои ботинки тремя разными аэрозольными пропитками. Это Тарага, Салтан и Олвист. И что вы думаете, почему я Трита использовал? Ни одна пропитка, вот после того, как я пропитал на два раза, ни одна пропитка не защитила от воды этот материал. Возможно, эта толщина слоя говорит о том, что пропитка куда-то вовнутрь уходит, а вверх она не защищает. Потому что аэрозольный, там же воды нету. Но я решил попробовать и взял пропитал водной водоотталкивающей пропиткой своего производства. И что вы думаете, после того, как я пропитал, я не стал потом щеткой и эластиком разглаживать нубук, и именно водоотталкивающие свойства были, но при этом поменялся цвет. Но как только я прохожу щеткой, опять же, ластиком, опять же, водоотталкивающие свойства у меня просто испаряются. И это, конечно, более лучший вариант, то, что они немножко более лучше работают именно от связки водной водоотталкивающей пропитки и нубука. Но как-то все равно, ни одно средство мне не помогло. Вот так бирка выглядит. Видите, Тинсулейт 600 грамм здесь идет. Вот сама бирка. Модель у нас делается в Бангладеше. У меня нет коробки. Коробка здесь красная. Вообще нет ни одной коробки. Коробки красные, огроменные. 600 грамм. Это не 600 грамм. Именно то, что вес ботинка здесь будет, вот этого утеплителя в этом ботинке. 600 грамм это примерно на 1 квадратный метр. Либо на именно той размерной единице, которая у них используется. 600 грамм это примерно 3 миллиметра. 3-3,5. Вот этот белый материал, кусок, который вы видите. Именно в этой модели вот такая вот толщина утеплителя. По всему периметру идет резина. Резина очень плотная. Сама резина перетекает вот в подошву. И вот здесь опять же плюс и минус. С одной стороны модель защищенная. Все как бы хорошо. Но с другой стороны просто хреновая сгибаемость. Из-за того, что это полностью резина. Здесь внутри, вот как обычно для обычных ботинок, делают именно пеноматериал. Здесь нету пеноматериала. Сгибаемость вообще просто, ну не очень, я вам так скажу. А если зима, минус 20, минус 30, резина замерзает. Очень тяжелые, просто тяжеленные. Из-за этой резины именно большая часть, наверное, веса именно в этой резине заключается. Чем славится эта модель? Конечно, Vibram резина, Erctic Grip. Здесь рисунок протектор. Вот они вставки. Вот крапинка синяя. Это как наждачная бумага. По сути, это такая же резина. Просто вставлены в нее еще абразивные материалы. Получается, она цепляется за лед. Вот Glacier Ace, это монолитный кусок льда. Ну вот как переводится эта модель. Именно заточена модель под лед, чтобы ходить по льду. В принципе, это очень хороший протектор. Но до тех моментов, пока вот сюда не забивается снег. Если сюда забивается снег, все это идет к чертям. Понимаете? Такой же протектор, туфли Hush Pipes, которые я говорю, вот такая же резина. И вот они вставки. Вот эти крапинки бывают желтого, там оранжевого цвета. Но если вы видите, то знайте, это крутая технология. Просто дичайший вес. Берешь их и понимаешь, что это просто килограмм на твоей ноге. Килограмм слева, килограмм справа. Это просто понты какие-то. На льду, на каких-то скользких поверхностях. Да, эта модель очень круто себя показывает. Но где нужен зацеп, зацепа вы особого не увидите. Вот ваше промежуточное подошву. В стельке находится трехслойная стелька. Верхний слой такой мягкий, видимо, утеплитель какой-то. Потом идет губковая часть, типа Orpholite подобного. И потом идет сам пеноматериал. Стелька просто охренительная. Есть боковая поддержка. Изнутри, если поглядеть, вот так вот все выглядит. Что характерно для подобных моделей? То, что видите, изнутри, вот под стелькой, там идет как раз этот утеплитель. Тоже Тинсулейт. То есть поверх резины идет утеплитель Тинсулейт. Тинсулейт здесь со всех сторон. 360 градусов. Но по мне, я так думаю, все-таки вот досюда идет Тинсулейт. Вот как раз вот до этой части. А здесь уже не идет. И специально изнутри идет подклад, чтобы отводить влагу. Чтобы влага не впитывалась в этот подклад, а уходила наверх. В этой модели все абсолютно то же самое. Но, как я сказал, здесь уже как для подразделений идет как тактического плана. Тактическая обувь больше. То есть это спецструктуры уже. Но у них есть очень много обуви. На сайт зайдите, в Ульверин. Там просто дичаще. Я листал вот эти ботинки, я даже конца не мог найти. Куча, куча ботинок. Это меня просто удивило и шокировало. Здесь вот смотрите, как сделано. Вот здесь, видимо, для более удобного снятия, более быстрого снятия. Если нужно быстро снять, чтобы ничего не развязывать. Так расстегнул и вытащил ногу. Ну и так же все вкинулся. Здесь, смотрите, идет Тинсулейт Ультра 400 грамм. Хотя модели, по сути, одинаковые. Эта модель более легкая. Эта модель, ну, как мне показалось, более удобная. Карбон Макса здесь нет. Видите, здесь есть усиление в носочной части. Чуть-чуть модель носок подзанижен. Ну, как характерно для подобных. Вот это больше, ну, не знаю, военные. Вот они как-то военного плана. Может быть, для охоты такие можно использовать. Да и те тоже можно использовать. Но они такие более легкие, более мобильные. Остальное же здесь все один в один. Но вот стоят почему-то они немножко подороже. Вот здесь сразу же видно кожа хорошего качества. А вот здесь, вот если прям дико приглядеться, то по рисунку, возможно, они как бы и сделали одинаково. Но вот здесь вот, да, рисунок и здесь. Вот здесь кажется, как будто, вот здесь натуральный материал. Кажется, как будто сделали искусственное, как бы, лицо вот именно кожи. Как будто на спилок налепили синтетику. Возможно, так оно и есть. Хорошо в плане защиты от влаги, но плохо в плане вентиляции. Огромный минус в том, что они бросили пятку. Просто кинули, кинули пятку. Где фиксатор какой-то пятки? Но не держит, понимаете? Нога немножко вылетает. Если я беру тот же Merrill, то здесь я не могу продавить. Не могу, просто не могу. Так не должно быть. Длина стельки у американской девятки 27,9 сантиметров. По стельке эта модель больше мерит, но так как толстые вставки утеплителя по всему периметру, нужно брать свой стандартный размер. Ну и расскажу о непосредственном опыте эксплуатации этих ботинок. Не обращайте внимания, не принимайте близко к сердцу. Так лучше, поверьте уж мне. Как-то раз в 7 часов утра решил пойти на работу. Примерно посмотрел на улице, минус 40 градусов. Я думаю, ну как-никак лучше будет протестировать вот эти ботинки. Вот мне пишут очень часто. Вот ты же в них не ходишь? Ну а что ты говоришь там что-то вот о том, о сём? Ну это называется опыт. Мне не обязательно ходить, я могу одеть и пройтись. Вот немножко дома, и мне всё станет ясно. Вот какие были у меня все ощущения дома, такие же у меня ощущения на улице. Единственное, что меня интересовало, 600 грамм утеплителя. Какую температуру выдержит? По моим данным, вот 400 грамм утеплителя выдерживает в неспешной прогулке, может быть местами где-то будете стоять, до минус 20-25 градусов. Дальше уже от носков зависит. 600 грамм выдерживает до минус 25, до минус 30. Дальше опять же, насколько будете вы долго стоять, как ходить, носки какие. 200 грамм до минус 15, до минус 20. Это комфорт, зона комфорта. Идти до остановки мне примерно 15-20 минут, ну в зависимости каким шагом. С утреца в минус 40, вы думаете, конечно, я пошёл побыстрее. Пока я дошёл до остановки, у меня были обычные носки. Блин, где эти носки-то? Вот эти носки, тут элементами шерсти немножко. Но вот они вот и были. Пока дошёл за 15 минут, у меня ноги так прилично, чуть-чуть даже подспотели, в минус 40. И передо мной, как обычно это бывает, ушёл мой транспорт. Ну и тем лучше, я думаю, 15-20 минут постою, подожду, заодно проверю ботинки, как они на холоде. Встал, вкопано и не двигаюсь практически. Тут подходит челкастый парень в конверсах в минус 40. Я такой подумал, он так встал железобетонный. Я думал, у него там конверсы, что изнутри волоком, что ли, обшиты. Но через 2 минуты он уже заходил. Через 5 минут он просто танцевал брейк-данс там на остановке. И я вот 15 минут простоял, пока ждал. И что я могу сказать? Я чувствовал, что где-то поблизости холодок такой немножко нагнетает. Но минус 40, товарищи, минус 40. Особого холода я не ощущал. Я зашёл в микроавтобусе минус 5, где-то 0 был градусов. Всё заледенело вокруг. Пол весь такой промёрзший. Там явно где-то минус 15 было. Вот сам пол минус 15 всяко был. И я стоял час 10 там. Всё было завито до отвалу. И вот насчёт непромерзаемости подошвы и вот именно резины. Она промёрзла. Я вам скажу. Она промёрзла. Говорю как есть. Я пришёл на работу, достал стельку, потрогал. Она холодная. И вот стелька сама была холодноватая. Но то, что эти ботинки в холода себя показали достойно. Да, это я подтверждаю. Они вывезли, ну блин, минус 30. Они без проблем вообще вывозят. И 200 грамм флисового утеплителя я бы просто околел. В этих да, что есть, то есть. Штаны наверх делаю. А вот вы как делаете, вы мне напишите. Потому что, ну, я не думаю. В принципе, и так, и так смотрится неплохо. То есть это кто как уже привык. Я обычно делаю наверх. И тогда никаких проблем там. Даже если в сугроб наступил, который больше, чем эти ботинки. Хотя здесь 24 сантиметра. И вот, кстати, я вам еще забыл сказать. Видите, уровень как сделано. То есть вот здесь высота и вот здесь. Обычно, если делает вот так вот полностью на одном уровне, то есть вверх. Вы когда ходите, получается у вас нога немножко не так двигается, как должна. А здесь вот сделано специально, чтобы не сковывал. Но опять же, нету обхвата. Мне бы вот обхват и вообще идеально. Ко всему человек привыкает. Даже то, что вот они по 900 грамм привыкаешь. Сгибаемость. Ну вот они сгибаются, видите. Вот они сгибаются. Только вот сгиб, как я сказал, вот тут. Они мне чуткарь свободные. Чуткарь свободный. Я чувствую, обхват здесь хороший. Вот в этой части обхват хороший. Это стандартная полнота. У них тоже есть полнота, как у New Balance. Ну у американцев обычно вот эти полнота, они используют часто. Сдвинуть не могу. Шершавая вот эта часть очень сильно цепляется. Сейчас давайте глянем на ногах, следующие оценки модель получила. Всем спасибо и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok